Бороться за здоровье своего малыша и помогать другим. Екатерина Паринова раньше работала детским психиатром, но четыре года назад она сменила направление и выучилась на физиотерапевта. Причина смена специальности – семейная драма. Дело в том, что у Екатерины и ее супруга Владислава родился сын с диагнозом детский церебральный паралич. Проблема только сплотила супругов. Они начали вместе заниматься не только здоровьем маленького Вадима, но и взялись за остальных детишек с тем же диагнозом. Паринова открыли детский центр реабилитации. Пригласили логопеда на должность логопеда. И потом мой муж тоже решил стать инструктором. У него педагогическое образование. И он обучился тоже редкой методике в нашем городе, чтобы совместно со мной, так скажем, ставить ребенка на ноги. Екатерина не только собрала квалифицированный коллектив, но и привезла из Германии уникальную методику. Доктор Паринова выучилась за границей на войтотерапевта. Войтотерапия – это особая мануальная техника, которая воздействует на нервную систему через определенные рефлекторные точки на теле. Надавливая на них, войтотерапевт получает активацию врожденных двигательных навыков. В ходе лечения малыши начинают раньше ползать и переворачиваться. Войтотерапия тем и хороша, что можно брать самых маленьких детей. Например, в Европе занимаются с детьми уже с первых дней жизни. И даже в кювезах, где находятся недоношенные детки. И до самой старости, то есть и применяя даже после инсультов, реабилитируя взрослых. Но взрослых мы не берем. Мы занимаемся только с детьми, соответственно, до 18 лет. Владислав Паринов занимается с детишками адаптивной физической культурой. Во время нашего визита Владислав помогал своему сыну снять мышечный тонус с помощью специальной вибрационной платформы. Эта технология активно используется для реабилитации детей с ДЦП. С помощью этого аппарата можно снять излишний мышечный тонус и развить координацию. Заниматься нужно начинать как можно раньше, чтобы не было каких-то потом необратимых последствий. Чем раньше начать реабилитацию, тем более больших результатов можно достичь. Наталья Клементьева регулярно приводит дочку Ангелину на процедуры. У Ангелины спастический тетропорез. Это состояние при ДЦП, при котором нарушаются функции движения всех конечностей. Только к четырем годам малышка научилась переворачиваться. Также у нее введена трахеостома из-за проблем с дыханием и приемом пищи. Такая трубочка у ребенка, она у нас появилась, нам было пять месяцев, когда нам поставили трубочку трахеостому, так как дети недоношены, у них головной мозг у нее сработал неправильно, еда попала ей в легкие, а не в пищевод. И нам поставили трахеостому, такие дети питаются на зондовом питании. Но мы молодцы, мы научились кушать через бутылочку. Улучшить состояние Ангелины и добиться прогресса удалось благодаря совместной работе грамотных специалистов. Ну и конечно же, любовь и забота родителей делает девочку хоть немного, да счастливее. По словам Натальи, в лечении и уходе помогает вся семья. Две истории из нашего материала объединяет не только диагноз. Эти родители стараются смотреть в будущее с позитивом и надеждой. Супруги Париновы планируют и дальше заботиться о здоровье детей, столкнувшихся с болезнью. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ.